Не часто снятся родники Как я люблю вас, родники Амшена Без вас я вечной жаждаю томин Любовь в душе она в бессмертных генах Не переданных прадедам моим Здравствуйте, дорогие зрители! Меня зовут Астрик Шахбазян и это проект Нур К истокам прошлого, в котором мы рассказываем вам об армянских селах России В этот раз мы расскажем вам о верхнем армянском Лоо Селе, которое расположилось в живописном уголке Лазаревского района на правом берегу реки Лоо Селение расположено в южной части Лазаревского района города-курорта Сочи На правом берегу реки Лоо Находится в 47 километрах к юго-востоку от поселка Лазаревское И в 29 километрах к северу-западу от центрального Сочи Расстояние до Черного моря от села составляет 5 километров Верхнеармянское Лоо Село, вскрытое среди зеленых гор Оно является настоящим сокровищем для любителей размеренного образа жизни Это маленькое поселение богато историей, наследием и неподдельной красотой Которая захватывает дух каждого, кто вступает на его землю Во второй половине 19 века на этих землях появились первые армянские поселенцы Кавказская война подходила к концу Черкесские племена переселялись в Турцию Армяне из Турции в Российскую империю Селились вдоль Кавказского побережья Черного моря, поднимались в горы Так и образовалась Верхнеармянское Лоо Рассказывая о нем, нельзя обойтись без упоминания церковного Лоо, которое стало духовным центром ближайших поселений О армяниках мы все знаем, куда бы они ходили, где бы они обосновались Они в первую очередь создавали и строили церковь Поэтому они здесь на этом месте поставили церковь При церкви работала церковно-приходская школа В церковно-приходской школе работал священник по фамилии Миносян Который приехал в эти места в Западной Армении По миссии открытия христианских церквей на побережье Черного моря Чтобы распространить христианство на этой российской земле Я Миносян Мелик Сиропович, его праправнук Решили вот здесь вот на этом месте, месте церкви, а церковь была здесь Поставить символический знак памяти нашему предку В этот знак благодарности мы возвели этот прекрасный памятник символа Наш род Миносянов гордится ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мой прапрадед приехал сюда с четырьмя своими братьями И обосновался вот в устье реки Лао Себе построили небольшие дома Начали обрабатывать землю, сажать сады Придя на эту землю, мы сохранили свои обычаи Но почитаем местные законы и порядки и обычаи Тоже придерживаемся Но свой язык амшинский мы не забываем Свои обычаи и традиции сохраняем В Верхнеармянском Лао нет своей школы Но всего двумя километрами ниже в горном Лао Есть вместительные учебные заведения Куда дети из села могут добраться на школьном автобусе А первая школа была построена в 1902 году в селе Сатес Что находится между Нур-Луисом и Верхнеармянским Лао Недалеко от места, где располагалась школа Находится водопад Радужный, он же Царцарон Это излюбленное туристами место с немного пугающим, но больше притягательным названием Ущелье ведьм Есть такой рекреационный объект между селами Нур-Луис и Верхнеармянское Лао И место называется Ущелье ведьм Очень много приезжает туристов, отдыхающих Место досуга и отдыха И это не единственная туристическая точка В пределах села находится водопад Райское наслаждение На подходе к нему оборудовано кафе, где можно сытно подкрепиться Сам водопад не очень высокий Он скатывается вниз по крутому речному руслу Высота падения около 5 метров У подножия образуется озерцо с прохладной и чистой водой Жаркие дни здесь освежаются утомленной прогулкой по горному лесу туристы Когда-то здесь находилась мельница И жители ближайших селений мололи кукурузную муку И конечно же, крайне важным было наличие чистой питьевой воды Именно с этого родника начинается история верхнеармянского лоу Местные старожилы говорят, что в летнее время здесь устраивались большие очереди Ведь это был единственный источник воды в округе Убыхи, покидавшие эти земли, прятали источники войлоком Этот плотный материал не пропускал воду, и она уходила в землю Но вода, как известно, точит даже камень И со временем было найдено еще несколько родников Родился в 1937 году в селе верхнеармянское лоу И практически всю жизнь я живу, работаю и служу этому селу Бабушка, она из Турции Как она мне рассказывала, она через море приплывла сюда Она прожила 105 лет Приехали армяне здесь, и изначально их мало было Но они начали заниматься, так скажем, сельским хозяйством Табак, фундук Чуть позже начали сажать чай Именно с чайными плантациями связано процветание села С установлением советской власти здесь был создан совхоз Черноморец Впоследствии, чтобы объединить совхозы, занимающиеся выращиванием чая Был создан Дагомысский чайный совхоз Благодаря которому при участии местных жителей Было много сделано для инфраструктуры села Помимо прочего, появился фельдшерско-акушерский пункт И сельский дом культуры Дагомысский чайный совхоз был довольно сильный В экономическом плане Вот здесь был старый клуб Мы договорились с директором Я тогда с секретарем порткома работал Построить клуб Вообще этот клуб построили наши сельчане Мавян покойный Володя командовал этой бригадой Они от начала до конца сделали И построили этот замечательный клуб Это прекрасное мозаичное панно делал рук художника Вазгена Симоновича Григоряна В 1982 году он украсил своим произведением местный дом культуры Кстати, внутри дома культуры расположен музей В котором находятся уникальные экспонаты Предметы быта армянских первопоселенцев Так выглядел станок для нарезания табака А это изображение традиционного интерьера Есть в музее множество фотоснимков, рассказывающих историю села Село развивалось Склоны засаживались плодово-ягодными садами Приумножалось совместное хозяйство сельчан Люди делились радостями и преодолевали невзгоды Передавали опыты и традиции Строили планы на будущее Но тут разразилась Великая Отечественная война Во время Великой Отечественной войны враг не дошел до этих мест Доблестная советская армия остановила наступление в районе Шаумяновского перевала Защищать страну отправилось 132 сельчанина Вернулось 60 72 человека пали на полях сражений Все мужчины на фронте Никто почти что не вернулось Женщины трудились с утра до вечера и ночью С утра до вечера люди работали То, что в моей памяти Одни женщины были, мужчин не было Все через женские плечи это проходило Недаром на монументе павшим бойцам, что расположен в селе Изображена женщина, которая держит в своих руках вечный огонь Как символ памяти о тех, кто не вернулся с полей сражений Памятник создали в 1969 году Народными средствами и народными силами Мы каждый год 9 мая Отмечаем этот праздник День Победы над фашистской Германией Приходят все жители села в низкий поклон нашим односельчанам Бабушка Сусана ребенок войны Но она предпочитает вспоминать только хорошее из своей юности Благо ей есть что вспомнить и чем гордиться Так как я кончила армянскую школу и технику на армянском языке Мне было очень трудно Все русские А я на армянском языке Мне очень трудно было Но в 1963 году моя фотокарточка на доске почета Каждый день утром иду в огород Как будто мне это легче становится Сил придает Вода есть Газ есть Дороги есть И свет есть Что еще надо человеку Кушать есть Спать есть Все есть Хочу чтоб мир был Мир Наши дети, внуки жили дружно и хорошо Дети Верхнеармянского ЛОО имеют возможность развивать свои творческие способности В Доме культуры работает кружок изобразительного искусства А еще преподаются национальные танцы Очень важно развивать культуру в селах Особенно в нашем селе есть определенная история основания этого села Дети с большим удовольствием посещают наши занятия Не только с нашего села, но и с других Наши танцы это дань нашим традициям И мы будем всегда поддерживать культуру нашего народа и наши танцы Меня зовут Петросяна Рине Я живу в Верхнеармянском ЛОО Занимаюсь армянскими танцами Мой любимый танец это Алайлух Сегодня мы его вам покажем Играет музыка Играет музыка Играет музыка Вы знаете, Господь меня привел вот на это благословенное место Я никогда не ожидал в жизни, что встречусь с такими добрыми армянами Вы знаете, видимо Бог послал на эту землю армянский народ Чтобы он творил добро Это высшее человеческое качество По людям отношусь очень хорошо Очень люблю людей Мы здесь выросли Все это связано глубокими нашими корнями Нам не променять эти места Как это? Это даже не обсуждается, наверное, вот так скажу Почему мы должны плохо жить? Мы должны хорошо работать и хорошо жить Мы должны зарабатывать честным трудом И мы должны из поколения в поколение Стараться передать и историю нашего народа И сохранить язык Но при этом так же говорить на том языке, где мы находимся Уважать те же законы и порядки Вот живем, трудимся, уже на пенсии Но все равно опять кручусь-верчусь Как мои предки работали, так и мои счастья Все для жизни, для нормальной, хорошей жизни есть Остается нашим людям только работать, учить детей, воспитывать детей Заниматься благоустройством нашего села и так продолжать жизнь Верхнеармянское Лоо – это уютное село, которое населяют трудолюбивые и открытые люди Здесь не запирают дверей, а гостей принимают с истинным радушием Помнят и бережно хранят историю своих предков Живут в настоящем и строят будущее через воспитание своих детей Здесь царит умиротворение и спокойствие Это был проект НУР «К истокам прошлого» До новых встреч в следующих выпусках Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok